Здарова YouTube, с вами Павел и сегодня у меня на обзоре несколько наборов из журналов Jurassic World. В данный момент журналы уже по сути перестали продаваться и мы можем найти лишь остатки. Их так же как и маленьких наборов по этой серии сейчас очень трудно найти. Остались только большие, возможно LEGO забросило эту серию. И мне удалось достать 4 журнала, то есть тут у нас лаборатория доктора Ву, соответственно Трицератопс, Наблюдательная вышка Оуэна и Оуэн и Малыш Раптор. Что касается журналов, то каждый из них имеет квест, каждый из них имеет комиксы, также некоторые мини-игры, двусторонний постер на развороте, соответственно инструкцию по сборке и соответственно каждый журнал имеет вложения. Итак, давайте посмотрим на них поближе. В магазине издательский дом Лев, и там есть только вот эти, и то по-моему некоторые уже пропали в наличии. Итак, каждый журнал поставлялся вместе с вот таким вот полибэжиком, соответственно полибэги старого образца, они здесь заклеены, то есть можно аккуратненько отклеить, высыпать все детальки, собрать, разобрать, обратно положить, заклеить и можно сказать продавать этот журнал как селот. Каждый журнал помимо полибэжика включает в себя комикс, некоторые мини-игры, а также постер на развороте, двусторонний, то есть его можно повесить либо одной стороной, либо другой. И давайте посмотрим на все постройки. Итак, первое, наименее выгодное, которое содержит меньше всего деталей, это Оуэн со шприцом и с вот этим детенышей Раптора, то есть это самый бесполезный в плане деталей наборчик, так как здесь мини-фигурка Оуэна хорошего качества, с двумя головами, принт на теле, маленький принт на туловище, сзади у нас тоже есть принт, однако на ногах больше нигде нет принтов. Цвет кожи здесь ближе к человеческому, а не классическому леговскому, соответственно Раптора можно положить на руку. Следующая чуть получше, этот покупался отдельно, здесь у нас есть несколько деталей, компьютер, клавиатура, это принтованные детальки, также здесь у нас есть яйцо динозавра, вот такой вот что-то напоминающее кусочек янтаря с комаром, шприц, но без пистолета, соответственно сам доктор Ву и детеныш зеленого Раптора. Также здесь два лица, вот такое вот и вот такое вот злобное. Качество принтов на довольно хорошем уровне, однако доктор выглядит очень эскетично, и у нас тут особо ничего интересного, то есть обычный серый человечек с детенышем Раптора, и вот такую можно обыграть игровую ситуацию. Следующая постройка, это Трицератопс, здесь очень много зеленых деталей, темно-зеленых и светло-зеленых, а также есть шарнир, на котором держится голова, вот такие вот рога, и соответственно лапы или ноги, которые здесь двигаются. На удивление, этот Трицератопс насчитывает 65 деталей, то есть для PolyBag'а это очень даже неплохой набор. Старые маленькие коробочные наборы LEGO насчитывают и того меньше деталей, то есть в этом плане, как постройка, это, можно сказать, мини-криэтор. Мне нравится, как он выглядит, понятно, что все довольно схематично, но в целом очень даже неплохо он проработан, и здесь много полезных деталей, так что если хотите раздобыть такого типа деталей, вот эти длинные дуги зеленого цвета, возможно вам понадобится шарнир или может быть рога, то я думаю вы теперь знаете, где их можно доставить, на Wildberries в журнале Jurassic World. Ну и последняя постройка, самая для меня интересная, это наблюдательный пункт Ована, он состоит из вот такой зеленой пластины 6х4, нескольких кубиков Reddish Brown, также принтованная деталь компьютера, соответственно бинокль, крыша, немножко зелени, немножко колонн, достаточно дорогие, кстати детальки на удивление на бреклинке на том же, и соответственно пистолет, стоп-шутер, или как они еще называются, и множечко глазков, то есть вот эти глазки можно использовать для воды, так как они светло-голубенькие, за неимением других можно использовать их, соответственно фигурка Ована точно такая же, как и в предыдущем наборе, с двумя лицами, с двумя принтами, то есть здесь ничего нового. И как я говорил, я купил 4 таких журнала, и во всех 4, в каждом из них находилось 2 журнала, и во всех 4 мне попадался фигурка Ована с Раптором, и фигурка Ована с наблюдательным пунктом, и из трех наблюдательных пунктов я смог, так сказать, его прокачать и построить вот такое вот что-то похожее на храм, на мини-будку, то есть вот это уже больше похоже на наблюдательный пункт, конечно здесь у нас было на высоте, то есть что оправдывало именно наблюдательность, так как наблюдать лучше свысока, но у меня здесь получается, что можно укрыться от дождя, с этой стороны тоже есть что-то вроде окошечка, можно посмотреть, эту деталь я пустил, чтобы закрыть стену, но соответственно я использовал ровно 3 вот таких вот набора, кроме конечно голубеньких глазков и лишних деталей самого Ована, и постройка выглядит достаточно неплохо, мне нравятся коричневые детали, Dark Tank детали, соответственно и зелень, я очень люблю наборы джунглей, жалко что сейчас никаких подобных наборов нет, и все я их, так сказать, пропустил, кругом одно Сити, Ниндзяго и Супергерои, ну и соответственно из 4 наборов наблюдательного пункта Ована, у меня получилось собрать что-то такое, скорее это похоже на какой-то храм, или заброшенную хижину на болоте, здесь я попытался сымитировать детали воды, у нас тут много зарослей, говорит о том, что это заброшенное, плюс здесь яйца динозавров, два раптора, и соответственно доктор Ву сюда приходит, и очень удивлен, что здесь происходит, конструкция не очень прочная, так как детали использовали здесь, пластинки маленькие, и балочки 1 на 4, ну собственно вот такая вот, можно сказать в китайском стиле, вот такая вот будочка, хижина, храм, и сюда пришел охотиться Ован, но на этом все друзья, если ролик вам понравился, я думаю вы знаете что делать, вам как всегда спасибо за просмотр, всем удачи и пока!